Добрый вечер! В эфире телевидение Электрогорска, в студии Екатерина Акаба. О главных событиях к этому часу в самое ближайшее время. Сегодня в выпуске. Самая достоверная информация по оплате взносов на капитальный ремонт из первых уст. Рабочая встреча с волонтерами и активом Восточного Подмосковья состоялась в Доме культуры. Военно-патриотическая игра «Патриот-2018» прошла в День защитника Отечества. Сводка спортивных новостей. Еженедельный рейд Госадамтехнадзора. Итоги и результаты рейда. Рубрика «Гость студии». Председатель территориальной избирательной комиссии Александр Иванов о предстоящих выборах. Официальное заявление Фонда капитального ремонта Московской области о прекращении договорных отношений со всеми платежными агентами и передачей полномочий по начислению, сбору и обработке взносов единому платежному агенту Мособл ЕРЦ с 1 января 2018 года принес большую путаницу в платежные документы жителей города. За разъяснениями по сложившейся ситуации канал ТВЛ обратился к руководителю расчетно-кассового центра Электрогорска Андрею Алексееву. Иногда случается так, что разумные идеи не всегда успевают оперативно воплотиться в реальную жизнь. И свидетельством этому стала ситуация, в которую попали собственники многоквартирных домов Электрогорска, которым в начале нового года сообщили, что взносы на капитальный ремонт теперь будет формировать и собирать не городской расчетно-кассовый центр, а областной единый расчетный центр Мосл Обл ЕРЦ. Начиная с мая 2014 года наш расчетно-кассовый центр принимал и начислял платежи за капитальный ремонт для фонда капитального ремонта Московской области. В декабре месяце прошлого года фонд капитального ремонта расторг договор на прием платежей и начисления со всеми своими агентами Московской области с целью перевести это все на единого агента платежного МОЗ Обл ЕРЦ. Соответственно, люди должны были в январе месяце получить отдельную квитанцию на капитальный ремонт. В начале года фонд капитального ремонта после прекращения договорных обязательств с городским расчетно-кассовым центром получил лицевые счета собственников жилья по состоянию на 31 декабря 2017 года вместе со всеми долгами и переплатами. В январе мы выставляем людям квитанцию уже без капитального ремонта и за вычетом того сальдо, то есть за должность, которую мы передали на 31 декабря. То есть вы получили квитанцию декабрьскую и не успели заплатить за капитальный ремонт, это сумма капитального ремонта, 31 числа была отослана в фонд капитального ремонта. Если бы фонд капитального ремонта успел, МОЗ Обл ЕРЦ успел бы выставить квитанцию отдельную, вы бы ее получили, увидели, что у вас там недоплата, либо переплата, либо ноль. Соответственно, сложили бы ее с квитанции за январь и получилась бы точно такая же квитанция, которую получили в декабре. То есть сумма не меняется, тариф не менялся. Также с января 2018 года произошло увеличение тарифа на капитальный ремонт. Но поскольку в квитанции за январь статья «Взносы на капитальный ремонт исчезла» и жители этого, пусть и небольшого повышения, не заметили. Сумма на капитальный ремонт поменялась у них ненамного в связи с увеличением тарифа. Он остался в новом году в 9.07. То есть сумма бы применялась в большую сторону, но незначительно, если бы получилось две квитанции. И этого не получилось. Кто-то из жителей, получив январскую платежку, отметил, что квартплата стала меньше, кто-то нет. Но, получив февральскую квитанцию, собственники жилья были удивлены значительно выросшей суммой. Причиной такого неожиданного роста квартплаты стала отмена решения, принятого самим же фондом капремонта. В феврале месяце фонд МОСЛБЕРЦ поручил нам взять это все опять назад. Соответственно, мы в феврале месяце взяли ту задолженность, которую мы передали в фонд капитальный ремонт 31 декабря. Это декабрьская задолженность. Дон начислил людям по новому тарифу за январь и за февраль. И у некоторых квитанций их получилось три месяца. Тех, кто успел заплатить декабрь в декабре, у тех получилось два месяца. У тех, у кого была большая задолженность на 31 декабря, это несколько тысяч рублей, десятки тысяч рублей. Соответственно, если у вас была задолженность, там 20 тысяч рублей. Кстати, статья капитального ремонта, это третья позначенная статья в нашем платежном документе. Соответственно, за 20 тысяч мы 8 тысяч, это задолженность капитального ремонта, передали в фонд. В январе вы получили квитанцию за вычетом этих 8 тысяч, а в феврале с плюсом этих 8 тысяч. То есть, если взять в сумме два месяца и поделить вполам, то получится декабрьская квитанция. Что же делать рядовому жителю, чтобы разобраться в этой путанице и не заплатить лишнего? Кто из собственников жилья сомневается в своих бухгалтерских способностях, может обратиться за разъяснениями к профессионалам? К сожалению, на Карла Маркса бухгалтер пока на больничном, я думаю, что он в субботу выйдет. А так у нас пока один бухгалтер, советская 30. Или валенком к экономисту Крине Борисовичу Чехину. И как они работают? Наши бухгалтеры сейчас работают с 9 до 6, приемная среда, суббота. Ирина Борисовна на линкоме работает каждый день с 8 до 5, с 12 до часа обеда. То есть кто работает все равно субботу может попасть? Конечно, может попасть, может позвонить по телефону, все это выяснить. Также вся подробная информация будет размещена в свежем выпуске газеты «Электрогорские вести». А теперь подробнее. 23 февраля в спортивном зале школы номер 14 прошла военно-патриотическая игра «Патриот-2018». О том, кто принял в ней участие и стал победителем, смотрите в следующем репортаже. По-настоящему мужские соревнования на скорости, ловкость, выносливость и стойкость для многодетных семей в нашем городе проводятся уже второй год подряд. Как настоящие защитники Отечества, участники военно-патриотической игры преодолевали импровизированную полосу препятствий, собирали и разбирали автомат Калашникова, стреляли из пневматических винтовок. Несмотря на сложные испытания, и папа, и сыновья достойно прошли все этапы и показали хорошую физическую подготовку. А пока мужчины соревновались, мамы с дочками прошли курс боевой медсестры. Игра «Патриот-2018» была организована при поддержке организации «Родное гнездо и боевое братство» и отделения партии «Единая Россия». 26 февраля в Малом зале Дома культуры состоялась рабочая встреча с участием экспертов, волонтеров общественных организаций в рамках Года добровольца и волонтера, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Подробности далее. В 2018 год нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом волонтерства. Ну и всем желаю как можно больше делать безвозмездных добрых дел. Волонтеры – настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия. Не каждый сможет, отбросив свои дела и потребности в сторону, прийти на помощь тому, кто нуждается. Министерство социального развития особое внимание уделяет волонтерскому движению. О его роли рассказала специальный гость встречи, первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова. Мы с вами собрались в год, объявленный президентом, годом добровольчества и волонтерства. И этот год большой, активной гражданственности, гражданской активности. И живем мы с вами в исторический период. И мне уже даже, наверное, не стоит говорить, почему именно так. Это год, когда заканчивается президентский срок, и мы с вами будем избирать нового президента Российской Федерации. Что касается волонтерского движения, то мы все с вами стали ощущать в последнее время, что мы все чаще и чаще обращаемся к негосударственному сектору. В системе социальной защиты, в системе социального обслуживания к нам приходят и уже пришли более 40% негосударственной организации. И таким образом рынок социальных услуг с каждым днем у нас все более и более расширяется. И это позволил нам с вами принятый в декабре 2013 года 442-й закон. И это не случайно. Выполнять роль по оказанию социальных услуг государство полностью не в состоянии. Ежегодно прибавляется число пожилых людей, возрастает количество детей-инвалидов, поэтому государство вынуждено обращаться за помощью к негосударственному сектору. Реестр поставщиков социальных услуг достаточно обширный. Он состоит не только из государственных организаций, которых насчитывается 171, но и 16 организаций негосударственного сектора. На сегодняшний день в системе социальной защиты насчитывается более 8 тысяч волонтеров. Ни в одном регионе такого количества нет. Также Надежда Ускова рассказала о важности деятельности волонтеров в предстоящих выборах президента страны. Какая просьба ко всем представителям социальной защиты и к волонтерам? Нам нужна ваша помощь, уважаемые наши помощники, в день выборов и в преддверии выборов. В соцзащиту мы направили несколько писем инструктивных, где четко и ясно написали, что же нужно сделать для того, чтобы действительно волонтеры оказали непосредственную и нужную помощь. Во-первых, с помощью волонтеров и социальных работников нужно выявить тех граждан, пожилых и инвалидов, которые сами не могут прийти на избирательные участки. И тогда, когда они будут выявлены, им нужно предложить один из способов голосования. Либо это будет с учетом написания заявления подачи его в МФЦ, либо на портал государственных услуг, либо непосредственно в избирательную комиссию. И здесь вот как раз нужна помощь волонтеров. Что дальше? Вот я вижу, что вы все в красивых желтеньких футболках. Вот точно так же волонтеров нужно обязательно одеть в день выборов, чтобы у вас были отличительные и одежда, и знаки. Чтобы вас, пожилые люди, инвалиды, ну, попросту говоря, не испугались, не боялись открыть вам дверь, быть вместе с вами – это тоже в письме все изложено. Далее с ответным словом выступили организаторы и руководители волонтерских объединений и благотворительных фондов «Капитошка», «Больше жизни», «Родное гнездо», «Много нас», «Павловский посад», «Старость в радость», фонд помощи четвероногим «Веста». Они поделились своими успехами, рассказали о проделанной работе, о добрых делах, проводимых акциях и мероприятиях. Настоящий волонтер, на мой взгляд, работает не за награды. Когда на круглом столе, который проводил Жолобов в Московской областной думе волонтерские организации, собираясь и разрабатывая закон о волонтерах, жаловались, у них были такие, да, вот где взять волонтеров, вот как их привлечь, может быть, бесплатный проезд, может быть, еще что-то им сделать, может быть, балок ЕГЭ. Говорю, вы знаете, вот у семейных, не дадут соврать коллеги, у семейных организаций, с этим проблем нет. Мы волонтеров не привлекаем, мы их рожаем просто, да, у них нет выбора. После выступлений предоставили слово гостям. Среди них и представители старшего поколения, дети войны, серебряные волонтеры. Я хочу сказать про серебряный золотой возраст, про тех людей, которые ходят на оздоровительную зарядку, в соцзащиту, в реабилитационный центр. Хочу выразить от всех наших посещаемых благодарность Светлане Михайловне, Елене Александровне, Таисии Васильевне, нашим непосредственным, нашим избавителям от нашей болезни, Татьяне Викторовне. Они нас поднимают, они нам поднимают тонус. Мы там собираемся, как бы делимся своими заботами, своими радостями, всегда на позитиве. Без помощи волонтеров не обходится ни одно крупное событие, которое проходит в нашем городе. Для кого-то это потребность души, для других невозможность пройти мимо чужого горя. Третий видит в этом свою миссию. Волонтер – это звучит гордо. Сейчас небольшой рекламный ролик, не переключайтесь. Только для вас и только от телекомпании ТВЛ. Уникальное предложение – телевизионная и интернет-реклама по одной цене. При размещении рекламы на телеканале ТВЛ вы получаете продвижение ваших товаров и услуг в интернете за те же деньги. Мы сделаем так, чтобы о вас узнали все. Телефон рекламной службы 502-15. Новости Электрогорска на канале ТВЛ. Мы продолжаем и вашему вниманию спортивные достижения наших спортсменов. 23 февраля состоялся матч на первенство Московской области среди юношей 2001-2002 года рождения. Воспитанники отделения хоккея спортивной школы «Вымпел» под руководством Чернецова Владимира Ивановича принимали хоккейный клуб «Федина» и уступили 2-3. 25 февраля состоялся матч на первенство Московской области среди юношей 2001-2002 годов рождения. Воспитанники отделения хоккея спортивной школы «Вымпел» под руководством Чернецова Владимира Ивановича выезжали в город Коломна, где встречались со сверстниками из команды Северная Звезда. Игра закончилась со счетом 8-2 в пользу Северной Звезды. Первенство России по тяжелой атлетике проходило в Туле с 19 по 26 февраля. От нашего города в первенстве принимали участие 10 спортсменов под руководством тренеров Владимира Викторовича Горбачева. Анастасия Семенова из Электрогорска завоевала 6 золотых медалей. Девушка выиграла не только в своей возрастной категории, но и стала лучшей среди старших спортсменов. В своей весовой категории 44 кг она сумела сделать рывок 55 кг, толчок 68 кг, в сумме набрав результат 123 кг, что превышает норматив мастера спорта. Анастасия вошла в сборную России и будет выступать в первенствах Европы и мира. От всей души поздравляем спортсменку! 23 февраля на городском бульваре Дом молодежи совместно с местным отделением Молодая гвардия Единой России провели акцию, посвященную Дну защитника Отечества. Представители сильного пола приняли самое активное участие в мероприятии, но и девушки не остались в стороне. Сегодня каждый мог показать свои силы в приседании, отжимании и поднятии гири весом 24 кг. Спасибо всем участникам акции за их стойкость и позитивные эмоции. 25 февраля на городском катке у стадиона прошло детское спортивное развлекательное мероприятие на Ледяном поле. Провели мероприятие коллективы Дома культуры и стадиона имени Классона. Ребята соревновались в различных спортивных эстафетах, получили массу положительных эмоций и прекрасных праздников. Сотрудники Госадомтехнадзора совместно с администрацией и коммунальными службами провели объезд территории города. О результатах рейда в нашем следующем материале. В рамках совместного объезда с администрацией территории городского округа Электрогорск были проверены мероприятия по выполнению зимней уборки в городе. В принципе, все пешеходные зоны, проезжие части расчищены от снега. Остается нерешенным вопрос вывоза снега с мест массового пребывания людей. Это и бульвар, это и городской рынок, и парки-скверы. Данные недостатки доведены до организации. Мы возьмем вопрос вывоза снега на контроль. Ну и как основной недостаток еще наличие сосулек на крышах зданий. В данном направлении тоже будет проведена работа с собственниками здания по своевременному удалению сосулек с крыши. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Екатерина Акаба. Хорошего вам вечера. До встречи на канале ТВЛ.